По стратежкам, то сегодня как-то они по стратежкам сами себя убивают. Ну, первого уверенно. Ну, первое было дано, не знаю, что-то мне здесь нравится LGD. Третья решающая карта LGD Gaming против E-Home начинается прямо сейчас. И снова всем еще раз привет, дорогие друзья. Мы вновь врываемся в прямой эфир. С вами по-прежнему Адеквата Каспер. Третья решающая карта противостояния LGD E-Home. Должно быть интересно? Должно. Команды нам, в принципе, ничего не должны. Я так думаю, но... Да, битва обещает быть захватывающей просто потому, что E-Home опять взялись за свое. Мне кажется, что Ланэм кому-то что-то хочет доказать. Типа, да, и мы этой херней затащим. Ну, из этого разрядно. Когда команда проигрывает карту с одним пиком, она берет такой же пик. Решаю. Знали то, что проблема задумки. И мы это тоже очень много раз замечали. То, что, блин, ну вы же хотели драться, так идите и делитесь. Они стояли на месте. Может быть, именно в этом увидели ошибку игроки команды E-Home. И, может быть, сейчас мы увидим совершенно другую игру. Конкретно в их исполнении. Ну да, если история их геймплея, скажем так, повторится со второй карты, то мы результат уже знаем. Как бы не хотелось бы, наверное, да, чтобы у нас было предсказуемо третья карта. Хочется интриги. Ладно, посмотрим, что у нас будет происходить. Итак, давайте начнем знакомство с персонажей E-Home. Так, играют они, собственно, за Рейдинг. Видим, Ланэм уже пробежался, поставил свой обсервер вард. Сетевайп прежний будет играть на Лишаке с легкой линией. В Мидиал чеке на Тине. Кокан на Роумящем Баунти Хантере. Ну и на Офлейне будет встать Олд Элевен на Тускаре. Да, и команда LGD, видимо, внизу уже Сайлар там на линию таким пируэтом вываливается. Будет играть он на Герокоптере. Чуть выше Ротк, Клокверк, ММА на Бэйне, Мэйби, Темплар Ассасин и ДДС вновь на Винтер Виверне. Да, ну, особо у нас герои-то не сменились. Примерно все то же самое. Там плюс-минус парочка персонажей у нас поменялись. Вот, ну, окей, раз должно изменяться исполнение, значит, вам смотреть за этим другим исполнением. Контролятся пока руны, ставятся обсерверы, центришники. Вот, видим, такой центрик поставили LGD, который не видели. Ихоум, и обсервер вот сюда тоже был очень успешный, быстро проставлен также от LGD. Ну, и ихоум тоже внизу поставили вард, о котором не догадываются LGD Гейминг. На руне тоже есть один. Да, да, так что, в принципе, вардинг достаточно эффективный должен быть с обеих сторон. Но, поглядим, вот этот Баунти Хантер, помнят ли, как играть против этого Баунти Хантера? Потому что многие команды забыли. Забыли, как играть против Тайда, забыли, как играть против БХ, против всех этих персонажей, которые в свое время были на ФП, но перестали там быть просто потому, что все уже привыкли к ним играть, блочили спауны для Тайд Хантера. Но вот недавно у нас, когда там, вчера или сегодня, не помню, когда, был просто Тайд, который два раза заформил там 30-ти рипольный стак Эншентов, и вообще никто ничего не сделал. Вот это прикол одного турнира. Один турнир, и как-то все начинают додумываться о каких-то думах бесконечных. А тут внезапные Баунти Хантеры такие, так, а как против него играли? А что против него делали? А что покупать? Ну, вроде, что-то, да, что-то сентря какой-то в мид надо поставить. Поставили, его съел Баунти Хантера. Он говорит, блин, ну какой-то он жесткий, не контрится по ходу. Ой-ой-ой, этот курьер почти КК перехватил, за ним идет, не успевает, потому что ему спида не хватает. И убегает, знает прекрасно, LGD, что, в общем-то, бегает этот самый Баунти Хантер. Поставил сентричник, съел чужой сентрик. Есть ли у нас продолжение, возможно ли продолжение войны под сентричников? Есть пока только просветка. И вот это уже немного напрягает, потому что даже с просветкой результат может быть не слишком удовлетворительный. Но БХ пока перемещается на топ, мы видим. И тут он, кстати, может найти Винтера Виверн, но при том, что... Нет, нет, у него орба Фенома. Так бы он мог просто в него вгрызться и дамажить. Ну, поточковать-то немножко можно, но главное, чтобы под гирокоптер так не залезать, потому что гирокоптер может и ответить, а Винтера Виверн ответить не может. Классно, КК, хороший тайминг тоже схватил. И в итоге... Нет, дает, не дает, не дает, не дает. Ну, там уже просто замахивались гарпии стрелять. Если бы не выстрелили, то крипы, конечно же, сагрились с линией. Получилось так немножечко под напрячь противника. Так, в теории, ним хорошие ставятся Айшардс, КК в один удар сделает по Сайлеру, чтобы тоже не чувствовал себя в безопасности. Ну, вот таким вот образом, КК нас будет ратовать. Ну, и в чем плюс, опять же, просмотра игры, когда есть одна из команд Баунти Хантера, то, что всегда где-то должна быть активность. Все время где-то бегать, где-то готов подкрысятничать, и особенно грамотные Баунти Хантеры составляют массу интересного мышонок. Так, ну вот Аутикей, Аутикей, фирменный его Клокверк, да, и теперь это, конечно, не ЕС, а тащить и переворачивать драки будет немножечко сложнее. Но мы знаем, что грамотный Клокверк, врывающий, инициирующий с самого начала, получающий, когда получится модел 6, он способен на многое. Тем более, если он хорошо сыграет. Так что тут не будем забывать такой момент, тут Лешрак такой гневной молнии отправил Родка за руной, но довольный, довольный Клокверк. Так, ну слушай, вообще неплохо, конечно, Аутикей уже поднабрал экспириенс, третий уровень у него имеется, хватает на сапог. В принципе, прокачал ракетку, чтобы можно было спамливаться в случае чего. Хоги, конечно же, тоже имеется, но пока такой более-менее дефолтный айтем и скилл билд. Да, я вот смотрю сейчас за Лешраком, тут очень серьезно пушилась линия, ну вот до недавних пор, пока там Родка не стал ракетки закидывать. Да, и прогоняет он из-под Таура сейчас в Крипчиков, третий уже с половиной уровень. Снова война с Андришников прошла, теперь в пользу вот что ли? Волд Чикин просто взял только что, кинул Эваланч в пустоту. Просто потому что он может. Он симулировал видимость Баунти Хантера, говорит, БХ, тут есть Сентряк, давай. А Баунти Хантера там на линии нет. То есть Барк должна была сейчас испугаться, что ли? Ну, да-да-да. Типа, блин, сейчас бы я насыпал. Ну, не знаю, короче, странно-странно там Тиник сделал, ну, ладно, не суть важна. Важно то, что вот, вот спалили только что БХ ЛГД. Он будет передвигаться потихонечку на мид-позицию. Ну, вот что интересно, когда у нас суппорты не мешаются на мид-линии, конечно же, Темпларка становится очевидным здесь фаворитом в плане побед на этой самой линии, что уже по Крипстату двукратное преимущество имеет Мэйби, и на дистанции этот разрыв будет лишь только увеличиваться. Поэтому все-таки какое-то внимание нужно уделять Мэйби. Кака? Боже, бегал рядышком, а из-за Psy Blades потерял пол-ХП практически. Бывает такое. Да, да. Все Блэйды они порой совсем не щадят. Вспоминаю, да, этот сразу суперлегендарный фраг, кажется, Феррари на бруде. Да, да. Когда он там две или три тычки в инвиз просто и в сандалил через крипов. Так, контролится опять-таки сантришники, и через сентрик чуть кака не убил. Мэйби, фантастика. Ха-ха, кака. Баунтихантер, да, у него там сжалось, я думаю, все, что могло сжаться. Вся его недолгая жизнь перед глазами промелькнула, я уверен. Так, Ол Чикен. Ботлом зарядил кака, чтобы он все-таки побольше ХП имел, продолжал перепекаться, подтягивается ММА, а тут Ол Чикен встречает Тевленчем, Тосом и это Феррс Блата в исполнении. На равном месте. Айшу Артерина, Мэйби? Нет. Да, ну Мэйби Стапка, Мэйби Шустрый, так как, да, Станов уже не оказалось в тине, то проблем не составило убежать. Гирокоптер, смотри, Фейзы покупает. Драться собирается, видимо. Ну, так мы вспоминаем Гирокоптера с той карты. Или фармить, наоборот. Там были Фейзы, там был Драма Фэнджернс, там был Рингфак Филла, там потом был БКБ. Это вот закуп Сайлора был с той карты, поэтому... Ну, да, получается такой средненькой статовости. Это старый Гирокоптер. Вот новый Эдишн, это Гирокоптер через Сашу Яшу, а старый именно... Джакалокоптер? Да, Джакалокоптер. Это Фейзы и Аквилобарабаны. Ну, в редких случаях ПТ Аквилобарабаны. Это когда совсем Джакалокоптер, действительно. Ой, как классно, Тэмпларку-то закинули сейчас прям под базу. С Мэйби уже прям сейчас слетает рефракшн, начинают его избивать, но вряд ли получится добить заряд на Ботле был, еще стики были, так что и Бэйн на сейве. В общем-то, забрать Тэмпларку не так-то и просто. Показывает практика. А стадиал Лейнинга продолжается тем временем. Лешак набирает себе один из топовых крипстатов на карте. Ну, в своей команде точно топовый. Аркейн Бутсы уже есть. Я не думаю, что с Тивай особо как-то будет этот билд меняться. Опять же, по сравнению с предыдущей картой. Те же самые Юлы, какие-то Блотстолны. Да, Леший как раз тот, которому почти никогда Тайтэмбилл толком не меняется. То есть, БКБ смотришь просто, надо или не надо. Если надо, покупаешь. Если нет, естественно, нет. А все остальное уже по накатанной. Давно уже все придумали Тайтэмбилл, да, и поэтому изобретать что-то новенькое, наверное, не нужно. Так, вот сейчас очень важный момент. Простите внимание, три абсервера, которые поставили хом. Это потрясающий отсуток. Пытается Курьера перехватить, Курьера перехватить не получается. Курьера увидел, сейчас КК будет стоять на обратном движении. Да, Джанадо у него есть, поэтому можно сейчас подловить осла, и осел отправляется лесом. Лесом, лесом, полем, полем. И да, помнят, помнят, помнят LGD, как нужно играть против этого персонажа. Браво, конечно. Да, вы слышите как аплодисменты. Сразу же вот спалился КК, Мэйби его увидел, прокликал, своей команде дал информацию о том, что рядышком, рядышком этот самый баунтихантер бегает. Ну и вот та самая агрессивность, которая пытается стать хом, пока не особо получается. Так они с один фрага не сделали, ферзбат вроде бы неплохо, но сам баунтихантер особых высот не добивает. Честно, да. Мне кажется, что тут легчайшая игра для LGD будет. Такая же, как и на второй карте. Конечно, на второй там не совсем она была легчайшая, там зависело от исполнения в драке, но тут, мне кажется, даже драки никакой не будет. Вот просто не будет. Тут будет избиение ногами. Прямо вот так вот похоронил? Да, да. Я похоронил сразу окончательно. Ну смотри, ну нападает Клокверк, просто ставит Коги. Никто ничего сделать не может. Леший бегать нормально не может. Тинни милишник бить вообще никого не может. Правда, сейчас попадает на Савара, хорошо вкатывается. Тинни с дабл дамеджем и есть фраг. Хорошо, гангнул. Да, здесь товарищ Олд Чикен. Несмотря на то, что не попал на Валеншем, с лотосом плюс ударом с руки под дабл дамеджем, накрыл этого самого Герокоптера. 2-0. Да и хом. Ну, ты знаешь, единственное, ну такое не единственное, а самое, извиняюсь, важное отличие предыдущий карт от этой тем, что есть Баунти Хантер. А мы знаем, что Баунти Хантер это герой, которому, если команда получилась выиграть драку, то внезапно оказывается, что вы делаете камбэк на несколько тысяч. Да, да, да. Ну вот в этом-то и дело, что драки могут быть очень малоэффективны для Юхоума. А соло фраги это то единственное, чего не должны допустить сейчас LGD гейминг. Они допускают. Да, если они сейчас будут там фидонить, ну два фрага не так много, тем более у БХа, что же, естественно, нет. Так вот, если не нафидонят вот так вот по одному, то все будет замечательно. Потом, когда они стакнутся в команду 5, они, ну, будет очень тяжело убить. Просто реально очень тяжело. Как бы, тампларка покупает БКБ, геройкомптор покупает БКБ, и все, урона опять у Юхоумов нет совсем. Ну, примерно как и было в предыдущей карте. Да, да, все будет примерно так, как было в предыдущей карте, если Юхоум не изменят, опять же, свой игровой стиль. Причем, мы вспоминаем, что вот именно наличие каких-то способностей сквозь БКБ во многом предрешило исход предыдущей карты. И посмотрим мы на текущий пик ЛГД, мы понимаем, что те же самые Винтерскерс есть, флэг есть, темпларка с руки бьет, физический урон вверх залетает и Бэйн тоже дает сквозь БКБ. Поэтому даже для Тинника или Шака БКБ здесь будут неспасительными айтемами. Вот на Рубика сейчас выходят и усыпляют его. Скорее всего, окончательно на Клокер подходит. Главное, думать, зря я проснулся. Лучше умереть во сне. Не так обидно. спишь, спишь, открываешь глаза, а там просто такой Гэнгбэнк тебе устраивает. Правда, в миде тут тоже ответка, забирают. Также Винтера Виверну, в итоге суппорт на суппорт. Разошлись оба коллектива. Тинни начинают. Тинни начинают свои побегушки по всей карте. То на мид-линию сходил, то на топ фрак сделал. Опять на мид-линию вернулся, снова перетягивается на топ. Готов к Тинни, левел 8 у него практически на максимум прокачан его способностями и он сейчас будет стараться делать нон-стоп фраке. Вот тут Мэйби в инвизе видят сетевая, герокоптер рядом, кулдауном сетевая встречает. Сетевая такого не ожидает, пытается уйти, но слишком много урона. Ол Чикен сюда пришел, конечно, он понимает, что один он не подерется. В итоге уходит. Хороший как по исполнению теперь ЛГД. Да, Баунти Хантер пока на линии, добирает себе Икспу. Вот на него паканговала Виверна, говорит, ребят, смотрите, там пятого уровня БХ, нужно быть осторожнее, потому что совсем скоро начнутся треки, будет намного тяжелее перемещаться, тоже тампларки будут чуть тяжелее мелдами как-то подманшивать, придется просто драться в открытую. Но я не думаю, что Мэйби будет особо против. Оглядим, правда, на его айтембилл, потому что здесь действительно уйма вариантов. Это могут быть Манта стал, конечно, слишком пассивный. слишком пассивный Манта, но так, образно. На Герокоптер Терене зашли, Воленштос очередной хороший Паркура. Ну, гангует, гангует и Хомы сейчас пытаются исправить ошибки предыдущей карты. Так, Терене в миде. Ну, Родзикей зашел не по шансу, на Стиваев с солдом, куча тпшек, просто два тп сразу сделаются, больше Стиваев своего отдавать не хотят. Тинни, пока без блинка идет к Руни, но прекрасно понимаешь, не сгибает. этот Локверк находит Регенчик, такая халява вообще для Родзик. Ну, как халява, он видел, что там Реген, у него вард стоит, но все равно Локверк сейчас неплохо зарядился. Довольно интересная ситуация сейчас произошла от Ихом, то есть, дважды отправляли Шака на топ, Герокоптер там тоже был, Терене был на топе. Все только для того, чтобы создать спейс для Баунти Хантера, чтобы он отмыл себе левелл 6, потому что под таким количеством фраков нужно делать треки. Это именно так и было, это именно так и выглядело, и вот, например, КК получает свой 6, есть у него последняя, и сейчас пойдет, наверное, подсвечивать, хотя сейчас идут подсвечивать его, если честно, тут Бейн в первых рядах с Дастом, и... Да, БХ просто пропал из виду, хотя, если сейчас кинет еще один трек, то он спалится, и на этом закончится его жизнь. Надо прочитать момент сейчас товарищу КК, понять, понять, что возможно, на топе лучше сносить тавр. Пока просто, да, действительно, он не палится, и возможно, то, что сейчас уйдут LGT, он сможет выйти обратно на линию. Ну, вот они пошли теперь куда-то на мид, пытаются сразу настакать в чужих лесах нейтрал. Обновил, обновил только что трек Баунти Хантер, спалился таким образом, но уже убежали ММА вместе с Сайлором с этой линией, и вот они заходят, 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 центряк может поставить и просто увидеть его. Или просветочку, но наверняка не знали. Вот теперь трек, он уже ушел на безопасную дистанцию. Ну, а на топите временем, ребята, из ИХОМ залетает на Аутикея под Сноуболом, ставит он Коги, который не спасает от LD11, получает фрага, дальше Телекинез, Сетивай тоже дает парочку нюков и забирает Клокверка. Пятый фраг для ИХОМ. Выдернули Клокверка из его уютной норки, из этих Когов. Да, вот от чего Коги не спасает, так это точно от Тускара, который прям в эти Коги и залетает. Ну да, или от Рубика, который тебя в принципе из этих Когов вытаскивает, так что было в свое время, брали Рубика против Кокверка в оффлейн, просто чтобы его вытаскивать оттуда и убивать. Вот, молодцы, ИХОМ, только-только на топе сделали килл, сразу же перемещаются вниз, свои товара давать не хотят, опять же, проявляя максимум агрессии, треки уже развешены. Пошли Айс Шарц, не совсем удачные Айс Шарц. У DC на этот раз есть Винтерс Кёрст, хотелось завязать, отменил. Приближается сюда также и товарищ Мэйби, пять героев LGD здесь, пока не полным составом ИХОМ, пошел замедление от трэпа. АКК вместе с Олд Элевеном пытается тыкаться далеко под свой Тауэр, сейчас ты понимаешь, скорее всего, их будет сейчас зажимать с двух сторон, Сайлор уже обходит вместе с Аотикеем, и хукшот прям в КК обрывается в НВИЗе. У Аотикея такого не ожидал, есть просвет, КК просветили. Олд Элевен поставляется под колдаун, дает сноу-бол, и выйдет первый колдаун, второй тоже завейдил, но сейчас будут удары с руки, и вместе Зак Аккас будет проявляться, наверное, или нет? Трэпы взрываются, опять подтягиваются Рубик Тауэр, далеко уходит Элевен, не нужно за ним гнаться, нужно просто быть осторожнее, нужно сосредоточиться на наборе вышки и отойти немного, но, конечно, Тускар ушел каким-то невероятным образом. Красиво! 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 Ну, ты знаешь, неоправданные вот эти затраты ресурсов для лжедей, один Баунти Хантер убили, это мало, потому что там фармил и Олд Чикен, фармил на топе Сетивай, и спас Эту Скар, то есть, ну, круто получилось для Эхом, я не думаю, что они денег потеряли прям много, то есть, мы еще Тауэр только-только забрали. Ну, вот опять Блотсон на Лешраке достаточно быстрый, вроде бы, сейчас Эхомам очень выгодно драться, то есть, у них Блотсон на Лешраке, у них Баунти Хантер, у них ты после каждой драки, если делаешь выгодные для себя размены, даже если ты средненькие для себя размены делаешь, ты все равно выходишь в плюс. Если не погибает Леший, ну, Баунти Хантер, в принципе, пофиг, лишь бы ты Раке кидал. То есть, да, главная задача сейчас качественно драться без потери Лешрака, ну, и поглядим на эти самые замесы, будет ли вообще их наличие. Да, но пока есть определенные трудности Охом именно с Виженом карты, потому что вардов нет, то обратите внимание, они какой-то вардового проставлены на Лжи Ти. Подловили, ИДС, ИДС, здесь подставился, есть Телекинез, но будет и продолжение. Да, затягивает здесь сноуболом Тускар, Балрос панч, ИДС зачем-то почему-то умер здесь. Стал 61. А на топ, смотри, перетяжка пошла на Сайл, распрятался Лешрак, будет начинать застаньчик, Ол Чикин, Таз Блинка врывается, и Гирокоптера тоже уничтожают. Отлично! Вот они, соло фраги! Без треков, без треков, конечно. Ну, правда, да, без треков, но на самом деле почти по барабану. Если они будут продолжать дальше так дохнуть, то отсутствие у них артефактов у ребят из ЛЖД, конечно, даст себе знать, потому что Гирокоптер до сих пор не может себе БКБ собрать. Он на 2000 отстает от Лешрака. Уже много. Это уже реально много. Ну и Атини, естественно, тоже. Какое же отставание. Так, вот Тускара, возможно, сейчас попытаются подцепить. Мэйби нырнул, немножко перепрыгнул. Перепрыгнул. Вот сейчас найду. Трэпы позади ставятся. Ice Shards. Old Eleven уйти. Пытается ММА. Не дал пакет на голову. Не достал, что ли? Просто рейнджик. Вижен ушел. Ночь на дворе. Вижен пропал, и Eleven избежал этого пакета. Да. Ставит Сендрик. Хороший Сендрик. Найду чужой Сендрик. И Апсервер, возможно, тоже нужно будет найти. Потому что пробежались под этим сервером. О, Артик Бёрнланэм. Красавчик. Да, главное, что вниз успел спрыгнуть. Но успевает. Успевает залететь он. Ну, плей. И на топе. Снова. Сетювай получает. У нас здесь Винтерскер. Сныряет в Мэйби. Удар из руки больные. И пробивает. Я не понимаю, почему не пользуется Суицидом Лешаку. Очень часто и в той карте мы это подмечали, и в этой. Может, забыл. Может, в прошлый раз он просто случайно жмакнул, а потом забил. Болт. Тут у нас... Вот, наконец-то, по трекам есть минус. А Винтервер, 1 кг по трекам или нет? Да, да, да. Тогда 2 кг по трекам. Хорошо. Ну, Лешак, понятное дело, появляется моментально, потому что блокстол. Все-таки 6 рядов осталось. Ну, и начинают. Точнее, продолжают. Ихома врывается. Мэйби, а это ты зря, молодой человек. Или нет? Гирокоптер рядышком. Майшард шикарный. Отрезают. Гирокоптер не дает ему быстро подойти в замес. Подтягивается. Уже сетевая пятера здесь будет Ихома. Они будут продолжать атаку. Есть треки. Ну, я даже не знаю, потому что колдаун-то готов. Если глубоко занырнуть, можно ведь и не вынырнуть, потому что гирокоптер закидывает колдаун. Надо разбегаться во все стороны. Да, так и делают. Рот нападает сейчас на Элевена. Элевен отлично прячется в стомбул. Чикен также наваливает. Гречи ребятам туда в толпу. Рот подпрыгивает и подворачивает себе ножку. Монстр кейл, дабл кейл в исполнении Чикена Тини. Пока не оснабим. 8-0-1 отыгрывает этот парень. Снизу не нет. Да, вот тебе и Тини, которого осуждали наши аналитишки. А Сильти его уже наконец оценил. О, боже мой, как тяжело бить Тавер. Давай. Тини, сюда, ну как-нибудь. Ну, ладно. Там уже бакутор потекшен на самом деле закончился, когда они его забрали. Так вот, ладно. На самом деле, правильно все говорили аналитики по поводу Тини. Тини тут вообще был никуда. Вроде бы. Но, видимо, Ехом что-то про него знает. Да, блин, герой сноубола. Получилось сделать праги, ты на коне. Не получилось сделать киллов, ты под конем, да. Под конем. Ну, все просто. Вот у него получилось. Но это уже, опять же, вопросы к LGD, которые это допустили. И все, снова бал пошел на герокоптер. Сайлер снова поставляется. Нет, конечно, таких БКБ, Валерас Панч, Станы, Прокасты, Колд Эмбрейс, таких ситуациях, дорогие друзья, не спасает, потому что слишком много нюков. Да, магии действительно очень много. То есть, именно поэтому БКБ нужно просто кровь из носу. Герокоптер до сих пор не может по себе его нафармить. У него, как было 3 минуты назад, 4 800, так и осталось. Так дохнет? Так не дохни, герокоптер. Все, дали ему установку на игру, не дохнуть. Может, вы ему просто не подсказали, что там на тебя? Да, может быть. Ну, говоря, чувак, ну, типа, умирать не надо, он такой, че, рили? Блин. Я не знал. Я тут думаю, в прошлой игре норм было, я там что-то наумирал, потом вроде затащил. А тут, может быть, тяжело затащить, потому что каждое убийство под тем самым треком и с зарядом Бладстоуна, оно потом очень у него тяжело отыгрывать. Да, Укшот, мне точно не поймали КК, КК здесь будет жить, так же, как Олд Элевн, который, как говорится, уже Мека. Единственный, который пока играет более-менее стабилен, опять же, с учетом предыдущей карты, и это, это товарищ Мэйби в составе LGT, который, ну, который без смертей. Мэйби просто офигевает, я тебе так скажу, со своего герокоптера, который, где бы ни появился, постоянно мрет, и Сайлар действительно 1-4-1, порядочное количество. Не тот. Смертель на его совести, да. Не торт. Темпларка, вот, Дизоль есть, ну, у Мэйби пострашнее сейчас будет. Ну, сейчас надо очень качественно спланировать атаку команде LGT, и это может быть серьезной неожиданностью, если Темпларка вдруг прыгнет на Рубика, она его срежет с одного удара. Ну, второй будет просто контрольный в голову, и я не думаю, что если Ланэм немножко хотя бы задержится, что он сумеет реабилитирует, а посмотри, заход будет на хайграунд, сейчас подсмакаем от LGT, айшарли перекрыли путь, но обрывает Темпларка Минтерскерс на КК, и КК должен погибнуть, но он в Мбиде просветили только-только добивать Мэйби с удара с руки, но там Молчикин ворвался на крыл Бэйна, пытается теперь отступать LGT, и будет, скорее всего, преследовать исполнение Хоум, сноуболом уже пошел тускар до конца, и немножко не до съехнул. Не до странные какие-то действия, Леший просто сжигает DDC, хотя там Дубларка испепеляет Рубика, вот тот самый ваншот, ванкил, но и Мэйби остается здесь один, и его просто сожгут, хотя Ситиуайу стычку нет, подкил идет, и очередной заряд в Блатсон. Можно продолжать, продолжать, а вот ДК можно гнать до конца, сейчас же Тинни появится, да, вот Тинни на блинках, идет дальше, Бэйн уже возродился, и пытается помочь своей команде, приостановлю движение Алл Чикина, и молнии снова летают, Бэйн, Финс Грипп, Алл Чикина, Сайлар здесь, а Сайлар ничего нет, у него шкулдаун на всех способностях, зачем? Зачем вы это делаете, LGD, скажите мне, Паша, зачем? Остановитесь, 12-ый заряд! Сколько можно таким конвейером помирать, что это за... Конвейер? Ну да! Это СНГ Дота в исполнении LGD, причем Тир-3 дивизиона, это... Ну такой, да, 3К ММРчик, такой плотненький. Я немножко не понял, что они сейчас собирали сделать, вот этот вот Финс Грипп и Герокоптер. А у меня ничего нет. Да, Герокоптер, вот, и он опять, он опять, он по-прежнему бомж! У него за 3 минуты 400 НТВ добавилось. В чем твоя проблема? Ну 200 ГПМ неплохо. Сейчас мы смотрим ГПМ, да, ну код, 307. Ну 307, ну это суммарный, да, 307. Вот за последние 2 минуты у него 200. Или там 3 минуты у него 200 ГПМ. Ну, на секундочку, да, то есть, здесь у товарища Сетивая ГПМ 468, Л'Чикен 127, 337 имеет ЛТ-11. Больше у Тускара, чем ГПМ, чем у Герокоптера. Да, и 12 тысяч преимуществ по НТВ уже у команды ЕХОМ. Так, залетели. Поймали, нашли КК. Хорошо, посмотрим, сколько, кстати, за одного Баунти Хантера дадут, если его убьют, в конце концов. А, тут еще и на развороте Л'Чикен залетает, проказ Винтер Скёрс, врывает Семпларка, удар есть, но там ЕУ сразу же от Сетивая будет спасать, по таймингу Стан залетает, Л'Чикен пока не может двигаться, был в дизейбле, встречает Сайлор, Кэтмэрэджи, Мека, Сноубол, пока спасает, от Кати сейчас проказ, и Тинни даст проказ, наверно. Ой, да ладно, он ушел, ну блин, как он ушел, Лэйби умирает, еще очередной захил, Лишрак погибает, таким образом подхиливает, и Левен, и Левен продолжает сражаться, еще одни шарды, Сайлор оказывается в западне, есть Сноубол, подходит Тинни со спины, опять Тинни, боже, он уже должен быть трупом, но нет, он все время дерется, Ланэм, Телекинэ с Тосом откидывает, Сноубол, еще один трек, ракетка, минус Тинни, может убивать, ДДС, минус ДДС должен быть, или нет, да, умрет, 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 ДДС, там еще один трек, Ротк также сейчас будет погибать, батарейки работали до поры до времени, еще один трек обновляет, Баутихантеры взрывают, флагверка, таким образом, я не знаю, сколько людей погибло под треком, но это было очень больно, да, 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 Тяжели батарейки, на, команда заработала 2 700, друг отехи 800, такое редко бывает, но Клокверк, Клокверк, Клокверк потел, конечно, очень сильно, но это Тинни, это был просто самый живучий Тинни в истории, они так друг друга сейвили, шикарно, ну и уход из кей был, ну феноменальный, если бы не ракетка, Тинни бы спас, да, да, вот только ракетка Клокверка оборвала жизнь Тинни, но во всем остальном, драка от E-Home просто офигительная. Да, ну и при всем при этом графике мы смотрим, понимаем, насколько серьезно E-Home отрывается от своего оппонента по экономическим показателям, в частности, вот по деньгам уже больше 12, по экспириенсу 10, и тенденция такова, что график растет, просто идет вверх, и ничего не могут с этим LGT сделать? Не, они могут, они могут убить E-Home, например, но это на бумаге, а в нормальной жизни это тяжело сделать, но просто сопротивляются E-Home, как бы это странно не было, это кнопки нажимают, бегают, что-то там. Вообще, кто-то к нему хотел сделать, кто-то кто-то вообще играет. За троты, на улицу мы пошли, игроманы. Спасать Тинни, когда он уже тропнет, что это вообще-то делать? Да, да. Так, а вот тут трек вешается на АКК, тут на самом деле непонятно, АПРОСТАК есть, АПРОСТАК, БАМ, на 205, но неприятненько. Ну да, мэйпидис нужно, конечно, кайтис, нужно держать внимание для персонажа. Алчикин уже Гиперстон после Аканима, Сетивай там сплитит на топе, есть у него E-Oл, Бладстон, почему-то кажется, что хочет купить отравила. Может, пока не хочет. Ну и Рошан, Рошан жив, и казалось бы, LGT за счет того, что в Топларк есть, изолятор должны боты его быстро съесть, но и Хомы, я думаю, будут контролировать в момент. Тут ситуация такая, что ни одни, ни другие не могут забрать Рошана. LGT не могут забрать просто потому, что у противника оверфарм, и если они, допустим, хотя бы одну ошибку, они опять все умрут, и в узком проходе под Тинни или Шрака не хочется встревать. А E-Home просто потому, что у них нет быстрого способа забрать Рошана, а у противника точно так же есть ОЕ. Это типа Виверна, Квопкеры, вот эти вот все гирокопкеры, тоже можно встрять и тоже можно подфидить знатно. DDC, так, Ice Shards пролетели, его было видно, Сигель полетел, и Олд Чикен, Винтерскерс получает, треки пошли, а где дэмэдж? Фукшот залетает, Форстап и просто уходит от ОТК, Телкинез выкинув на зад, БКБ прожимает гирокоптер, наконец-то он нафармил на него, Олд Лэна подцепил с помощью колдауна, и все, на этом все. А теперь асветочка от E-Home, они разворачиваются, залетают, на Сиренем Элевен, Ice Shards, есть финсгрип, Клокверк заходит, Блэйд Нейлом, и вроде бы получилось сделать первый минус, но Тускар делает байбайк, тут сразу же погибает Бэйн, краденый финсгрип у нас у Рубика, смотрим внимательно, Рубик уже кого-то успел затушить, да, Билл Клокверк, убили Аутикея, да, держали его там на месте, команда спасти не могла, почему? Потому что все в откате было у Сайлора, а Тумпларка не была готова драться. Это мне напоминало какой-то псих от гирокоптера, в том плане, что заскок, мол, у меня появилась БКБ, идем драться. Ребят, вы уже вне позиции, не надо идти драться. Не, у меня БКБ, я могу нажать кнопку, пойти повоевать. Не можешь ты повоевать, если ты нажал БКБ, а там уже все разбежались. Ты знаешь, и Мэйби действительно его не поддержал, Мэйби просто не принимал участия в этом файте вообще. Да, да, ну потому что это реально со стороны выглядело, будто гирокоптер вот сам сказал, все, у меня БКБ, я теперь готов. Ну, позиции-то разные бывают, ситуации абсолютно разные. Да, ты можешь повоевать, но не конкретно на том месте, не в то время. Слушай, там разобрали, смог прожали, попытка перехватить Мэйби, телекинез откидывает назад, там жил Чикен, Балрас Панч, Эбалыч, Айсар, Сноубол, Мэйби перестал. Как он это пережил? Все залетело там. Это было просто нечто. Слушай, ну еще и на разврате сейчас начнет разваливать. А гирокоптер-то залетел, БКБ у него есть, колдаун дал, подставился под ЕОЛ, но дальше БКБ прожал, не подставился под стам. Опять все просто разбегаются, как только он нажимает БКБ, Сайлор реально как-то... Он не вписывается в эту игру, он не вписывается в то, что делает его команда вообще. Сайлор как будто один игрок. Играют 4 плюс 1, нет, 4 минус 1 они играют. 4 минус 1, действительно, потому что сам по себе действует. Это БКБ нажал, куда-то полетел. Очень странно, очень-очень странно. Да, да, да. Ну, а про кого это говорили? Не про Сайлор? А, не, про Хао. Про Хао это говорили. Говорили, что Хао такой, да. Да, то, что Хао тоже любитель куда-то ворваться. Я говорю про интервью, конечно же, ребят из Вич и Гейминг, про то, как они сравнивали Бернинга и Хао. Да, кто не видел, опять-таки на Смотри, в нашем канале на Рухабе есть. Вот. И Хоу мы зашли на Рошана. С Олл Чикен есть. Дабл дамаж. Поэтому Рошан будет падать теперь очень быстро. Теперь появился тот самый урон по Рошану. Да, да, да. Вот теперь уже можно и повоевать. Плюс, понятно вообще, что ЛЖД пока ничего не могут делать. Они вот там только-только недавно были в миде. Сейчас проюзали Смоук, заходят. Тут их сразу же палит Баунти Хантер. Баунти Хантера, правда, нашли, но по фигу. Потому что фиги-то уже есть. Ростат, Олл Чикен вырывается прокат Герокоптера. Шардами закрыли Герокоптера. РБКБ в откате буквально 4 секунды. Неплохой винтерский орд. Ултелевона его убивают. Тут Олл Чикена тоже снимают АЕГи. Сетевай пытается просто отойти, слишком больно. Нужно переждать, когда у Сайлера закончится действие БКБ. Сетевай просто падает с раскастов. Хорошо, дерутся-то ЛЖД в итоге. Там Чикен, правда, наваливает, но он сейчас останется один. А команда тут почти вся. ЛЖД, Олл Чикена пробивают. Тут же БХ подходит. Замечательный Сюрикентос убивает одного, но Олл Чикен не дерется. Он просто пытается убежать, естественно. Это невозможно сделать. Трифл килл уже. Прожимает АЛЛАДОН. Рефракшн. Рефракшн. У него через секунду будет блин, Кот же уйдет. Хорошо. Да. Хорошо, и Депаунд, Депаунд. Даглец, красавчик, умница. Ланэм. Ланэм. Шикарен. Жесть, 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 как она есть. Да, очень, очень интересный файт. На самом деле, Ихом его провалили, будем откровенны. Да, и ЛЖД заработали на нем три с половиной тысячи голды, причем для Темпларки, которые эти деньги прям, ну, совсем сильно нужны. А почему провалили? Потому что Лешрак подставился и оказался в мясе, а Тини просто оказался где-то на окраине в этот момент. Он один, да, его там перекрыли, его убили Аигис очень быстро, пока он был в респауне. Убивали Лешака, и Лешака все их не смогли. Ты знаешь, вот этот файт был очень похож на финальный файт предыдущей карты. Когда вроде бы у Хом все неплохо, в драку вступают, а ничего не получается, не пробивают. Ну, да, да, да. И вот сейчас задаешься вопросом, а не повторили это предыдущего матча? У меня один вопрос, который вот возник, когда я видел стадию драфта, это что пытается Ланем доказать и кому доказать, когда он взял такой пик. Ну, вот сейчас, сейчас он должен доказать самому себе то, что он не зря набрал этих героев, потому что в начале было понятно, вот сейчас там 26-13 весьма показательно. Видно, что и Хомы в мясо избивали ЛЖД всю игру. Но зачастую наступает тот момент на то, как бы лейт-герои, а не и лейт. Этот лейт рано или поздно приходит. Наступает, да. И если вы не смогли соответствующим образом в него выйти, то у вас начинаются серьезные проблемы, если у вас либо герои не те, либо артефакты не те, либо замес вы не так проводите, не тем образом. Просто бывает, что в лейт-герои сильнее других, и даже может быть вставание об этом артефакте. Всегда, всегда можно выигрывать. У нас он артстайл с 5-хексами это показывал, то, что можно найти ключик к тактике противника. Но суть в том, что вам нужно это делать, без действия, это не выход. Да, и причем действия должны быть очень-очень беспланированными, хорошими, аккуратными, потому что вот такие драки, такие драки к победе не приведут, это точно. Став приобретает теперь лишь шаг, помимо плейт-мэйла. Вот интересно, Став, это творст-став. Все-таки, все-таки от Темпларки слишком много урона залетает, тем не менее, по всему хочется больше кайтить и больше уходить. Так, Ярокоптер в миду 1. Будут ли нырять его цеплять? Нет, там слишком близко сейчас тиммейт, они обходят с другой стороны, с спины готовы вылезать. Там вот Мэйби с Яшей. Темпларка хочет быть совсем быстрой, хочет всех догонять. Бейт заходит, начинает. Так, Мэйби пробивает стуар, ну вот тут есть форст-став неплохой. Пошли нюки, бкбшку нужно прижимать Мэйби, есть мекк, ланэм пока жив, зажимает, хоги погибает он. Ну, отдали одного рубика, пока не так страшно. Да, где же Тинни, где же Тинни, Тинни пришел, Тинни пришел, сейчас Айшарс на развороте, есть треки, они висят, взлетает Олд Чикен. На Аутикея прокат, хороший форст-став Глиммер, пока сейвит Аутикея, ЛЖД полным составом пытаются смотаться, все по трекам практически. Ну да, хорошие коги, загородительные, правда нет, Родз застрьет своих же собственных когов, ловит еще и молнию и станом добивает его, лишь какая глупейшая ошибка от Клокверка. Да, не ушел. Пытался он, конечно, загородить выход, ну вернее проход, но сам себе в итоге его загородил. Мне нравится этот батл-рекап, огромное количество нюков было проюзано, всего умерли одного героя с каждым вторым. Бывает такое. Это типичный замес, я помню, где тоже была драка, там где по 3000 урона все нанесли и никто не умер. Бывает такое. Причем, ну это даже была там не 60-ая минута, а вот где-то там в серединке игры, плюс-минус как сейчас, там 25-ая, 30-ая. А, ну примерно то же самое сейчас мы с вами понаблюдали, только правда по одному герою все-таки погибло. Ну, размен на получился не в пользу LGT, потому что опять же они отдали все-таки оффлэйнгер, капитана отдали, а собрали только Рубика. Так, гем, я так вижу, приобретает себе DDC и гем также есть у Ланема. Ну, вот обе команды обзавелись необходимым артефактам. Балл Чикен покупает себе Манта Стайл. Все-таки Манта, интересно, да? Не, ну, Манта, где-где-где? А, вот, вот тут, да, Манта Стайл. Давай подумаем, для чего может быть я тоже Систайл. Зачем он нужен? К нам поставил? Я тоже думаю, подожди, подожди, подожди. Надо больше думать. Да, еще давай подумаем. Например, Аналитику пошли, Аналитику. Короче, плохо. А, не нужен, например, да? По-моему, тут есть лучше артефакт. Я нашел, я нашел ответ. ну-ка. Ушел ответ? Ты его нашел? Рефракшн иллюзиями сбивать. Точняк. Все, все, мои варианты версии закончились. Очень сомнительно. Я понимаю, поэтому, ну, это самое, что я смог придумать. Хорошо, ну, давай будем вот так вот, прям, из самых 3К РММ соображений, да? в общем, сколько у нас есть. Дает статы? Дает. 3 Тинни лучше, чем 1С? Дает. Все. дает. Все, все. Кстати, Templarco нашла Тинни. Пытается уйти, трэп взрывает, AllChicken, есть блинк у него, теперь Реванчин достает. Тос им откидывает Дамрем БКБ, тэпаут, юзайд, но Valrass Punch пробивает сквозь БКБ и наказали. Тэпаут, конечно, был весьма интересным решением. Ну, ладно, там Templarco что так, что так бы погибало. Вот, интересный этот момент, то, что Тос пробивает БКБ, и то, что все равно забросил выкидывать можно, да, вон-то своих пацанов. И Тостор оказался там, где нужно. Хороший килл, очень важный килл, 2000 манец, но и у Писта Топларки себя отыгрывают и Хомы. По графикам посмотрим, они по-прежнему, казалось бы, лидируют много, 15 тысяч, но они столько же вели и на 25-й минуте. Да, да, фарм приостановился, по-прежнему. Повторяем еще раз, это повтор. Мы это уже видели, точно такое же доминирование от и Хом, с точно таким же выходом в лейт, в котором LGD раздавили. Закидывают Лишака, прям агрессивен. Old Chicken не прощает ни чужих, ни своих. Ну, хорошо базу ломают, конечно, ничего не скажешь. Ланэм трэп и своровал, сейчас будет подрывать на базе противника. И Old Chicken, хоть и под Анфибл, все равно ломает. А может быть, он внезапно подумал, что Анфибл будет сбрасывать, но нет, так не работает. Стопка на самом деле. Не, Анфибл не сбрасывает, по-моему, манта ставил. Вроде он, да, он серьезный дебаф, он как-то там совсем... Он вообще ничего не сбрасывается? Да, фу-фу, дохуда сбрасывается. Так, ну и вот он манта ставил. Прам-прам-прам. Ну, манта-манта. Окей. Товара будет проще пробивать на базе противника, и то хорошо. Не, ну, типа мув спид, атак спид, штука не лишняя, типа эти 10%, там у него 434 сейчас МС, он очень быстрый, и не нужно будет особо гоняться за этими гирокоптерами, то есть ты сможешь без особых проблем до него добежать. Так, главное, манту не завязать в тот момент, когда все АОЕшки будут лететь, тогда будет немножко неприятно. Особенно всякие... А Винтерскирс на Иллюсе действует? Ну, должен, по идее. В идее должен, да. Тогда вообще обидно будет. Ну, ладно. Не, ну, там такое... Короче, суть в чем? Суть в том, что вообще иллюзии у Тини чем еще хорошо? Тем, что они неплохо кабинет разваливают, потому что с белым дэмэджем у Тини проблем вообще никаких нет, то есть у него весь урон родной это белый, и иллюзии очень сильно гасят. Да, можно даже технику бесконтактного боя такой вести, то есть иллюзии вызвал, чех отправил. Отправил. Да, можно и здание так пушить, и это тоже весьма известная старота. Раньше, помнится, была вообще целая эра, да, как вообще заниматься вот этим бесконтактным пушем. Тогда были очень популярны герои типа Наги с иллюзиями Медузы, Луны, Луна-Шадоу-Демон, вот эта комбинация, которую, ну, я вообще не догоняю, брать их вдвоем чисто для этого, это был полный абсурд, момент, когда они так использовались, да, и... Ты вот вспомнил про Нагу, я только недавно перестал видеть эти страшные сны про Нагу, вот эти вот с радианцами. Я сразу вернул тебя. Да, ты мне напомнил эти воспоминания, страшно стало. Так, ладно, у нас там теория не у ребят из LGD. Хотели вроде как собраться вместе и провязать смок, но наблюдая в адвентаре... Ага, у Майя есть этот самый смок, в теории можно было бы как-то заюзать, но все это идет подготовка к забору Рошана, это понятно, и Хомы тоже под смоками сейчас находятся, они выжидают противника, они просто пытаются хоть кого-то подловить, и вот выходит первый Сайлор, Сайлору первому лучше не выходить, тем выходит, Акилан Эм первый, телекинез дает, рассказ пошел Кирокоптер, но тут есть Геймерки, пока сейф, Винтерскерф, Нолчикна пытается разобрать очень быстро, очень быстро нужно обнять Нолчикен, Нолчикен пока жив, и... Слушай, ну его подсейвил Туск, в итоге Тинни нападает сейчас на EDC, EDC, даже Гонкин на сомнажать не успел, его очень сильно пробивает, но подсейвил у себя голденбрейсом тут же Сайлор продолжает Суркин Баража расстреливать, но Улчикен пытается убежать, и он кажется отсюда сможет уйти. И Сайлор катит, Сайлор катит, он без БКБ ничего сделать не может, отходит, Тосы сверху залетают, больно Мэйби, Мэйби пока под инвизом старается смыться, Лид Макей пока работал, блинкаут шикарно, и опять один в один, что за фигня? Они все провязали, почему так мало смертей? Айсарт, ой, ты зажали Мэйби, а где продолжение? Продолжение нет. Тут суммарно было нанесено 5000, с одной стороны 5000, с другой. У меня 6300, ну да, 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 6300, 6200, да, 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 точно, точно. Что за фигня? Как они живут? Красавчика, хотелось бы опять же отметить товарища Олдэлэбана, Тускар, который сейвит своего Тинни, но это феноменально, Тускар, уже не первый раз, это было исполнено. Ну да, вообще, очень некисло тут там сыграл, и потом Тинни, вот как раз с этим там монтостайлом убежал, зараза эдакая. Ну, слушай, он там монтостайл вызвал, когда у него лоу хп, они убили таким образом DTC. Не, да дело не на этом, дело в том, что статов больше, ему спит больше, и поэтому он смог оттуда вообще свалить. Вышел, вышел, самое главное, конечно, можно было купить какое-то... А БКБ, ну, как мы знаем, здесь способности пробивающих свойств БКБ довольно много. Да, поэтому БКБ тут как раз на самом деле не нужно. Ты просто потратишь 4000, заставив команду лишь поменять порядок кнопок, которые нажимаются. Тучикин немного офигел от того, что ему в лицо залетела ракета, у него сбился блинг, и не смог он напасть. Еще и регент сбился, неприятно очень. Томпларка там пошла в урон, но она понимает, что за время действия финн с гриппа, пока держится Дизейплетини, нужно пытаться пробить. Его нужно, да, убить, его нужно уничтожить. И опять, смотри, гирокоптер, он... Что? Мяска. Что и нафиг Сэнджин Яша? Что за бред? Ну вот, это не из тех киреп, которые... Которые в голову включают? Я не знаю. Которые в классической ситуации покупают себе рапиры. Это вот не такие, не с стальными, понимаешь? Это вот... Типа вот перепелиные вот. Перепелиные, да, небольшие, соответственно. Это вот такой Сэнджин Яша, скади какой-то, БКБ, Диминатор. Ну вот, возможно, следующим артефактом Сайдор ты и хочешь прикупить себе артефакт на урон какой-то, ну, денег, денег нет, тяжело в драках фрагов делать не получается, сам тоже иногда подставляется, поэтому... Да не нужна тут никакая... А, ладно, Саша Яша. Ну, если хочешь танковать, я не знаю, ну, собери что угодно, ну, зачем это, Саша Яша? Ладно, Герыч в любом случае очень сильно отстает, то есть, пусть собирает, что хочет, ему лишь бы денег немного где-то подсобирать, но пока от Сайлора проку реально мало, то есть, он почти урона не наносит. Вот эти 2500 хп и 40 брони, которые у Тинни есть, тут 71% сокращения физики, 71%. Поэтому Топларка и не может его, собственно говоря, пробить. Я посмотрел, там у ребят из Ихом 20 тысяч преимуществ уже есть на данный момент, на момент захода на хайграунд, Аегис есть, Алчикин, и готов, вроде бы залетает Топларк, Топларка хорошая реакция. Очень классно реагировал. Хукшот на других, Алчикин нужно пробивать, Алчикин пока форстаф на форстаф, его пытаются спасти, коллдаун, он будет жить, Герокоптер БКБ сейчас проезжает, и на развороте будут драться Ихом. Гарден Грифс, все, пошел Анэм, Телекинез, подцепили Герокоптер, снова форстаф, TheTelChicken, тост неудачный. Но у него есть иди, да, он не особо должен бояться, он еще и Манта Стайлом и выйдет в последнюю плюху. Да ладно? Пропали сразу же эти самые иллюзии, но главное сам Тинни жив, нужно немножко подхилять каким-то образом. Винтерскер, замечательный, фантастический ADDC! Сити Вайя будут доказывать, Темпларка пробивает его с руки, нужно разбегаться с разные стороны Ихом. Темпларка под БКБ пошла убивать противника, снова заметает Тинни, а то подставляется под слип, прокаст Бэйна дал, пробивает с руки Бэйна. Да, убивает Виверну, продолжает шлепать, Мэйби, Мэйби пытается убежать, подрубает рефракшн, но теперь он намного сильнее, Тинни Канон бьется в пассивку, раз или два, точно! Поднимают на ветрах, Сити Вай уже с байбека, на травелах ворвался сюда, нападают также на Гирокоптера, его тоже убивают, есть у него байбек, три байбека от команды ЛЖД. Да, три байбека, сейчас нужно вроде как давать бой противнику, но тяжело, тяжело, ультимагинные способности в откате. Есть кулдаун у Гирыча, но его поднимает Рубик, и его бросают, и вкатываются, подрубают БКБ! Бить руками надо, как так, как-то бить! Боже мой, рефракшн, ну Мэйби все живут! Вот отжимай по таймингу, стат, Гирокоптер минус после байбека, темпларка пока живет, пытался убивать Алтикина, Алтикин на развороте, удары с руки мощнейшие просто, и убивают всех! Без байбека в корке РОЛЖД, только появляется один Бэйн, уже потерянный Медлиник. Уходят ЕХОМ, это ГГ! ГГ, вау, 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 вау! Последняя драка, она была просто красивейшая! Короче, у темпларки не было МКБ, а там был Солар Крест, и еще и пассивочка Тинника, темпларка ударилась два раза примерно, когда я пыталась его ударить, и получилось совсем кисло в плане исходящего урона. Ну, поздравления, исключительно поздравления команде ИХОМ! Винтервер, конечно, в последнем за месяц стал отличнейший, Винтерскерс, но дэмэджа, пока с практикой не хватало. Все-таки гирокоптер был не очень. Да, гирокоптера не хватило, согласен, потому что, посмотри, там и Леший, и Тинни были на уровне, то есть у них было много денег, они очень много дэмэджа вливали, а у LGD очень сильно подкачал гирокоптер. До встречи!